О самых интересных событиях за Урале расскажем за полчаса в студии Юрия Пестерев. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Оставил машину под знаком ищи на штрафстоянке. Сотрудники городского ГИБДД борются с нарушителями радикальными методами. С корабля на бал. Сразу после возвращения из Москвы губернатор Курганской области встретился с будущими журналистами Курганского госуниверситета. Дважды в истории конкурса собрал всю славу. Информационное агентство Курган.ру наградило победителя мобильных новостей за ноябрь. С 1 июля 2012 года с улиц Кургана эвакуировано 170 незаконно припаркованных автомобилей. Несмотря на установленные запрещающие знаки, водители все равно бросают свой транспорт, где попало, загораживая дорогу и затрудняя движение по улицам. За комментарием мы обратились к сотрудникам ГИБДД. Первый автомобиль на площади Ленина. В последний момент появляется водитель. На спецстоянку автомобиль не забрали, но штрафа водителю не избежать. Одним из традиционных мест нарушения является улица Пичугина. Здесь сотрудники ГИБДД пытаются забрать два автомобиля, однако помешали хозяева авто. Если владелец появился в нужный момент, то может остановить процесс эвакуации машины. В этом случае на водителя будет составлен протокол об административном правонарушении. Кроме того, водитель должен устранить причину задержания автомобиля, то есть правильно припарковаться. Я могу даже привести пример улицу Ладарского. Все мы знаем, там у нас одностороннее движение. С левой стороны у нас расположен знак 327, остановка запрещена. То есть все-таки работа, проведимая в этом направлении, все-таки привела к тому, что если мы сейчас там едем, мы видим, что все-таки там навелся тот или иной порядок. С остальными улицами нашего города будет происходить то же самое. На улицах Кургана автомобили часто стоят под знаком «остановка запрещена», на пешеходном переходе и даже на проезжей части, создавая препятствия для движения других транспортных средств. Многие водители считают, это малозначительное правонарушение. С 1 июля 2012 года в административное законодательство внесены поправки, вводящие за подобные нарушения административные штрафы от 1000 до 2000 рублей. Кроме того, транспортное средство при отсутствии водителя может быть задержано. Владельцу автомобиля придется заплатить штраф и оплатить услуги эвакуатора и пользование стоянкой. Ответственность за погрузку и доставку автомобиля на штрафстоянку несут службы эвакуации. Задержание транспортного средства может быть осуществлено и в отсутствии водителя, который нарушил правила дорожного движения. Составляется протокол задержания транспортного средства. И в присутствии понятых описывается транспортное средство и помещается на эвакуатор. И после этого транспортное средство перемещается на специализированную храняемую стоянку. Спустя пять минут после отъезда сотрудников ГИБДД и служб эвакуации на улице Пичугина на том же самом месте уже стоит новый автомобиль. Юлия Смородина, Василий Малухин, Андрей Глазырин, информационное агентство Курганру. За чашкой чая с губернатором. Именно в таком формате прошла встреча Олега Богомолова со студентами кафедры журналистики. Начинающие акулы-пера задали интересующие их вопросы и обменялись подарками с главой области. Встреча с губернатором Курганской области на спор. Анастасия Стародумова оказалась девушкой рискованной и спорит только на серьезные темы. О таком паре пятикурсница не пожалела. Сожалеет только, что с другом не обговорила выигрыш. Все началось с твиттера, со спора с другом. Ответит ли наш губернатор в твиттере, если задать ему вопросы. Я написала, Олег Алексеевич, не хотели бы вы встретиться со студентами. И буквально через два дня мне уже звонили с главного управления образования. Сказали, что встреча обязательно состоится. Журналисты знают все, порой даже больше, чем власть, признается Олег Богомолов. Ночью глава региона вернулся из Москвы за слушание ежегодного послания президента федеральному собранию. Но на встрече с молодыми журналистами это никак не отразилось. Журналисты показали, что без дела тоже не сидят. Продемонстрировали призовые ролики социальной рекламы, телепрограмму «Универсия», редакцию студенческой газеты и рассказали про школу юного журналиста. Также студенты попросили вернуть на специальность целевое направление и разобраться с вопросом об электричках для иногородних. Это именно первая встреча, когда мы просто за чашкой чая сели и поговорили о всех проблемах, которые волнуют нас. Что губернатор не просто какими-то общими фразами обошелся, реально предлагал идеи развития, идеи выхода из всех этих проблем. Теперь мы будем знать, что мы услышаны и что, наверное, наши какие-то пожелания будут исполнены в жизни. Итог встречи оказался совсем не политическим. На вопрос губернатору, где вы будете праздновать Новый год, Олег Алексеевич ответил, как и всегда. Дома с семьей. Юрий Пестерев, Мария Игнатова, Андрей Глазырин, Андрей Бахарев, информационное агентство «Курган.ру». Спасибо, ребята. 25 декабря им предоставится возможность творчески рассказать о себе и своей малой родине. Накануне в «Кургане» презентовали еще одну книгу зауральского писателя «Целевая аудитория. Снова дети». На пресс-конференции с авторским коллективом побывала наша съемочная группа. Кто не хотел почувствовать себя в детстве супергероем? Битвы с монстрами, инопланетянами и дикими животными. И все для того, чтобы защитить родную планету. Вот и в новой книге Олега Шелепова «Сказки о великом охотнике» речь идет как раз об обычном зауральском мальчике, который волей случая окунулся в водоворот приключений. Как рассказал сам автор, поначалу он придумывал истории для своего младшего сына Семена, и именно его делал главным героем повествований. А потом уже родилась идея написать книгу сказок. Семен тоже поучаствовал в создании некоторых сюжетных линий. Он именно участвовал. И отрадно отметить, что некоторые моменты, которые я в данный момент выслушиваю, как позитивные, и которые считают читатели интересными, несколько моментов он придумал. Да, он участвовал. В частности, он придумал момент, когда в Африке кот с криком «Возьму этого коротенького» бросается на жирафа. Зауральский автор издал книгу в Курганской типографии и привлек к созданию иллюстрации начинающую художницу из областного центра. Рисовать картинки в детской сказке для Людмилы Гасановой еще ни разу не приходилось, но за работу взялась с удовольствием. С фантазией затруднений никогда не бывает. Просто наоборот, здесь Олег Геннадьевич очень жестко диктовал, потому что эта же иллюстрация должна соответствовать тексту. Ну, жесткие рамки поставил, но в них, да, свободу. Вот, допустим, в технике. То, что я выбрала смешанная техника, гуашь-пастель, то, ну, чисто рисованные такие, чтобы они не похожи были на компьютерные. И передумывала сама, поняла, что инопланетяне у меня получается лучше, чем просто люди. Высокое качество полиграфии, яркие иллюстрации и сами сказки должны завлечь и маленьких, и взрослых читателей, уверен автор. Кроме того, он предлагает родителям читать книгу своим сыновьям и изменять имя главного героя на имя собственного ребенка. Тогда дети почувствуют себя реальными героями и окунутся в сказочный мир приключений. Юрий Пестерев, Андрей Глазырин, Светлана Брагина, информационное агентство Курганру. 15 декабря Управление Федеральной службы судебных приставов по Курганской области в день открытых дверей приглашает зауральцев оплатить имеющуюся задолженность. Прием граждан будет вестись в Кургане по адресам улица Коля-Миготина, 119, и улица Карла Маркса, 106, а также во всех районных отделах судебных приставов. Встречайте Новый год без долгов. 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 В целях устранения выявлений в нарушение закона прокурором Мишкинского района в суд были направлены заявления с требованием обязать работодателя расторгнутое отношения с указанными лицами. Суд удовлетворил заявленные прокурором требования. Кроме того, по результатам осмотрения представления прокурора специалист по работе с кадрами привлечен к строгой дисциплинарной ответственности. С целью устранения выявленных нарушений закона прокуратура Курганской области внесла представление в Главное управление образования региона, правительство Курганской области, а также в комиссию по делам несовершеннолетних. Дважды победитель конкурса мобильных новостей, дважды автор самого горячего видеомесяца. О том, почему Алексей не боится гневных комментариев нарушителей правил дорожного движения, в свой адрес знает Юлия Смородина. Ценный приз за пересечение двух сплошных на красный с поворотом на перекрестке налево. Алексей, победитель конкурса мобильных новостей, грубых нарушений правил дорожного движения не совершал, а лишь стал тому свидетелем. Гражданская позиция мужчины такова, что он не может пройти мимо злостных возмутителей народного спокойствия. Слово сказать, не может и проехать. Основную массу правонарушений Алексей запечатлел при помощи видеорегистратора. Сегодня с победой его поздравил начальник станции техобслуживания Сергей Рыбин. Разрешите мне поздравить победителя конкурса за его бдительность на дороге от станции технического осмотра ИП Никитин вот этим вот, так сказать, мягким и теплым подарком. То есть это накидка на сиденье в автомобиль, значит, чтобы вам было тепло и уютно, значит, в автомобиле и на дороге. Спасибо. Кроме мягкой накидки на сиденье из натуральной кожи, Алексей от Сергея получил и ценный совет. Никогда не затягивать с прохождением техосмотра автомобиля. Даже наличие страховки не поможет в случае ДТП получить денежную выплату, если технический осмотр не пройден вовремя. Начальник станции техосмотра уверяет, они видео со своими клиентами в интернет не выкладывают, хотя и сталкиваются порой с очень курьезными ситуациями. Они вот такие приезжают скромные, ничего не знают, и как будто первый раз, и там то у них не работает, потому что только что работало, вот. И, значит, хотят как-то пройти, чтобы, пусть будет автомобиль неисправен, но главное пройти, вот, и получить вот этот, в данное время диагностическую карту, вот. Ну, вот именно, чтобы не ставить их в неудобное положение, мы пока не выкладываем вот это вот на общее обозрение. Для Алексея это уже вторая победа в конкурсе «Мобильные новости». В первый раз мужчина получил из рук шеф-редактора информационного агентства «Курган.ру» Татьяны Хильчук новый видеорегистратор. Тот видеорегистратор был не очень хороший, а вы подарили уже более высокого качества, где видно детальные номера автомобилей, нарушителей. И я им сейчас пользуюсь с удовольствием. Всем, кто говорит о тех, ну, нелестно отзывается о авторах видео, называя их, там, нехорошими словами, вот, я хочу сказать, что не нарушайте, не делайте грубейших нарушений. Потому что грубейшие нарушения, они ведут очень часто к плачевным последствиям. ПДД все-таки написаны кровью. Юлия Смородина, Александр Киселев, Светлана Брагина, информационное агентство «Курган.ру». Не только мужчины играют в футбол. В Кургане проходит второй чемпионат среди женщин. За ходом соревнований следит и наша съемочная группа. Чемпионат по женскому мини-футболу подходит к концу. Последние игры показали первых призеров соревнований. В решающей игре девушки «Корвета М1» разгромили юность со счетом 12-0, что окончательно укрепило их на первом месте и позволило закончить выступление на чемпионате города досрочно. По количеству забитых мячей лидирует Юлия Соснина, бомбардир команды «Корвет М1». Уровень команд стал с каждым разом все лучше и лучше. Команда набирает более профессиональных навыков. Даже это заметно по счетам. Для девушек самая главная тренировка – выйти на поле с соперниками. Так считает тренер команды «Юность» Андрей Леонтьев. Основная игра в чемпионате – факт выявления игроков тех, кто и лучше играет, тех, кто хуже. Конечно, задачи на игроков во время тренировки уже идут совсем другие. За второе и третье место чемпионата заочно поспорят команды «Пит Колледж» и «Юность». Пока «Юность» на второй строчке турнирной таблицы. Завершатся игры товарищеской встречи между победителем этого года командой «Корвет М1» и женской сборной «Кургана». Встреча пройдет накануне Нового года, 29 декабря, в спорткомплексе «Зауралиц». Марина Белкина, Людмила Иванова, Андрей Глазырин, информационное агентство «Курган.ру». Новая волна уральского рока понемногу достигает и «Курган». На днях в одном из городских клубов состоялся концерт екатеринбургской группы «Around the World in 80 Days». Мы побывали на выступлении. Два единомышленника. Именно так предпочитают называть себя музыканты екатеринбургской группы «Around the World in 80 Days». Несмотря на то, что их двое, музыканты выдают такой звук, которому завидуют иные, полностью укомплектованные группы. Мощные барабанные партии Константина Овчинникова, когда поддерживают, а когда разбивают гитарные рифы Алексея Полянина. Просторы космоса, ледяные пейзажи, природная стихия. Такие ассоциации рождает их музыка, говорят слушатели. Музыканты сознательно открещиваются от стилей. Аудитория найдется всегда. Кто-нибудь зацепится, кому-то понравится. Не может быть, чтобы никто не обождал внимания. У участников коллектива все связано с музыкой. И учеба, и работа. Константин учится на ударниках и работает в музыкальном магазине, а Алексей учится и работает звукорежиссером. Дуэт уже выступал на одной сцене с такими коллективами, как God is an astronaut и 65 days of static. К нам они приехали в рамках своего четвертого тура, в который вошло 24 концерта в городах России и Украины. Выступление в Кургане стало завершающим. Когда клубов немного и групп таких немного, то люди это как-то больше ценят. И тенденция такая, чем восточнее от столиц ты уезжаешь, тем благодарнее публика. На концертах у музыкантов рот всегда заклеен скотчем. Это концепция группы. За них все говорит музыка. Когда они играют музыку, они хотят, чтобы слушатели что-то чувствовали свое личное, какие-то, может быть, воспоминания. И они... чтобы было все понятно без слов. Несмотря на мороз на улице, внутри клуба было жарко. Публика понемногу оттаивала и начинала поддерживать музыкантов танцами. К концу выступления почти все слушатели были на ногах. Второй раз на самом деле, но этот гораздо лучший прием был, чем в тот раз. И мы надеемся, что мы еще приедем сюда. Шикарный прием. Всегда бы так. На данный момент у уральских алхимиков звука записан новый материал альбома «Нон Экзистент». Марина Белкина, Василий Малухин, Александр Киселев, Андрей Бахарев. Информационное агентство Курганру. На этом у меня вся информация. Далее наш эфир продолжит прогноз погоды на выходные и программа Оксаны Саваковой «Парламентская неделя». Я же прощаюсь с вами. До встречи в эфире и страницах сайта Курганру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Составляйте новогоднее меню. Мы вам поможем. Только в мясном. Всегда свежее отечественное мясо в ассортименте к вашему столу. Покупайте в сети магазинов «Мясной». Деньги до зарплаты, до пенсии. На развитие бизнеса и неотложные нужды. От 0,3% в день. Оформление заявки по телефону. 8 800 500 000. Куда бы вы ни шли, переход укажет вам безопасный путь. Водитель, пропусти пешехода. Зима недаром злится, потому что ей грозит весь арсенал тепловых и снегоуборочных агрегатов в магазине «Центр техники». «Центр техники» поможет победить зиму. Возьмите давление под контроль с японским тонометром UA777 от A&D. Спрашивайте в аптеках города и области. Быстро, легко, точно. Уже в детстве мы осознаем, как важен для человека дом. Настоящий, в котором можно строить свое будущее. Дети растут, мечты превращаются в планы, а планы воплощаются в жизнь. Думать о будущем стоит в настоящем времени. И в вашем настоящем доме. БК «Недвижимость». Если вы по-настоящему выросли. Купи очки и получи вторую оправу в подарок. Салон оптики «Аквилон». Улица Куйбышева, 60. Одно время очень часто звучали рассказы об умных домах, квартирах, в которых все управляется с помощью голоса или через интернет. Именно такие кадры мы видели и в некоторых фантастических фильмах. Хватит живописи. Хочу каналы 18, 24, 63, 109, 87 и погоду. Сегодня же об этих чудесах техники слышно не так часто. Неужели наука так и не смогла реализовать все написанное ранее? Вот сегодня я и попробую своими силами и за небольшие деньги создать хоть частичку будущего в своей квартире. Для начала, конечно же, в качестве справочника заглянем в интернет. Всемирная паутина дала мне основную идею, что умные технологии предназначены в первую очередь для контроля за электроприборами. Понятно, что комплексное решение очень дорого. Так что решил поискать более простую и менее дорогую альтернативу. И нашел у компании «Мегафон» такое технологичное решение, как 3G-камера. Чик-чик-бом, 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 чик-чик-бом. Это устройство похоже на летающую тарелку, которая позволяет мне наблюдать за происходящим. Например, в моей квартире в прямом эфире, прямо с моего смартфона. Никаких проводов. Просто камера оснащена сим-картой и с помощью мобильного 3G-интернета транслирует видео на телефон или планшет. Камеру можно настроить на трансляцию по запросу или же включить датчик движения, и она сообщит вам, когда в вашей квартире кто-то начнет ходить. В итоге я сделал первый шаг к своему умному дому. Помимо этого, в том же салоне Мегафона мне предложили опробовать еще одну интересную штучку под названием «СМС-розетка». Она, конечно, не претендует на звание научного чуда, но позволяет мне с помощью обычного сообщения с мобильного телефона отключить от электричества утюг. Я за два часа до приезда смог включить обогреватели в доме, на даче и в бане. Теплый дом и горячая вода без ожидания очень порадовали. Мало того, эта инновация умеет контролировать температуру в помещении и в случае ее сильного повышения обесточит все приборы. Прибавьте к этому защиту от скачков электроэнергии. В общем, с помощью гаджетов Мегафона я сумел хоть частично и со значительной экономией средств реализовать свой собственный умный дом, которым уже месяц удивляет друзей. Они приходят в гости не со мной пообщаться, а посмотреть и друзьям показать мои инновации. Да, и кстати, сим-карты для смс-розетки и 3G-камеры я привязал к своей карте в телефоне. Теперь легко контролирую и оплачиваю услуги по одному счету. Сегодня я могу с уверенностью сказать, что на свой умный дом ежемесячно я трачу в разы меньше денег, чем на разговоры. Вот такие инновации в домашних условиях. Если у вас возникают вопросы, вы всегда можете связаться со специалистами контактного центра по телефону 0500 или с городского 8 800 550 0500. Звонок бесплатный. Либо можно подойти в ближайший салон Мегафона. Либо можно подойти в ближайший салон Мегафона. Здравствуйте, с вами Оксана Савакова и, как всегда, по пятницам в эфире «Парламентская неделя». Главным событием этой недели, безусловно, стало послание президента Владимира Путина Федеральному собранию. Глава государства в своей речи рассказал об основных направлениях развития страны, а также о вопросах внутренней и внешней политики. В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца на совместном заседании Палат Федерального собрания присутствовали губернатор Олег Богомолов и председатель Курганской областной думы Владимир Казаков. Об итогах рабочей поездки в Москву, конкретно о работе в Совете законодателей, председатель парламента рассказал журналистам. Руководители законодательных органов всех субъектов страны слушали послание президента в Кремле в этом году впервые. Все они входят в состав Совета законодателей. После состоялась отдельная встреча с руководством страны, президентом и председателями Верхней и Нижней Палат парламента. По сути, говорит Владимир Казаков, это было началом обсуждения послания. Мы могли уже в продолжении темы, которые были подняты в послании, уже говорить непосредственно с первым лицом государства. Но надо сказать, что они касаются всех субъектов федерации. Это и вопросы местного самоуправления по полномочиям. Президент владеет ситуацию. И надо сказать, что мы будем передавать полномочия на уровень субъектов, именно муниципального уровня. Но зачем вам эти полномочия, если они будут без денег? Мы просто вас убьем. А вот механизм передачи финансовых полномочий, подкрепления финансового на эти полномочия, он достаточно сложный. И поэтому он требует временного промежутка. Но тенденция, тренд на это сегодня явно обозначен. Руководители законодательных собраний обсудили с президентом вопросы приватизации предприятий, необходимость создания высококвалифицированных рабочих мест, масштабные разрывы в доходах разных регионов страны, возвращение патриотических институтов, воспитание, демографические проблемы. Мы наконец-то вот на самом верху и на сегодняшний день, я думаю, что флюиды пойдут вниз на то, что мы должны все-таки акцента сделать на человека, на состояние человека, чем он дышит, особенно на молодежь, для того, чтобы все-таки понять, или вернее вспомнить, а кто мы. Можно много написать проектов, прожектов, да, вроде бы и деньги есть. А кто будет это делать? Кто будет этим заниматься? Ведь на сегодня мы, еще я всегда говорил, повторюсь, мы забрали определенную идею, но взамен мы ничего не дали. Взамен мы дали только эффект рубля, если можно так сказать. И это привело и приводит на сегодня к абсолютно, на мой взгляд, неправильным, скажем так, тенденциям в обществе. Главное, отметил Владимир Казаков, мобилизировать внутренние резервы в каждом отдельном регионе, продолжать бороться с теневыми доходами, наполнять бюджет, не уповая на федеральные средства, быть нетерпимым к проявлениям коррупции, социально ответственными во всех поступках и любить Родину, как бы пафосно это ни звучало. На этой неделе в областной думе прошли заседания всех профильных комитетов. Краткий обзор наиболее важных вопросов в нашем следующем сюжете. С 13-го года предполагается изменить порядок расчета жилищно-коммунальных выплат федеральным льготникам. С апреля их планируют перерассчитывать каждые три месяца. В домах, где стоят счетчики, эти категории будут получать в виде льгот средства за половину от фактически потребленных услуг, где еще не установили приборы по старой схеме, то есть 50% по нормативам. Если вода, предположим, на счетчике, то по счетчику. Если электричество по счетчику, то по счетчику. А газ, что там еще? Если газ есть, то тоже по счетчику. Если газа нет, то по нормативам. По нормативам. Если тепло, то там тепло, норматив. Какой был, такой остался, да? Да. Ну то есть практически-то вот мы пытаемся в цивилизованное русло потихонечку подвинуть. Депутаты социального комитета считают необходимым активно вести разъяснительную работу, а пока законопроект принят в первом чтении. На заседании экономического комитета парламентарии рассмотрели информацию о работе почтовой связи и пришли к выводу – ситуация в области сложная. 80% сельских отделений работают в убыток, зарплаты крайне низкие. Изменить положение сможет федеральная программа развития почтовой связи, которая пока не принята. Депутаты решили направить обращение в Центральный офис Почты России, в котором предлагают обратить особое внимание и оказать помощь курганскому филиалу, поскольку большинство его отделений расположены в сельской местности. Тема села, как всегда, была ключевой для депутатов-аграриев. Они говорили об эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения. Всего под пашню можно использовать сегодня 2 млн 313 тысяч гектаров, а обрабатывается из них 81%. 155 тысяч не находятся в обороте уже больше двух лет. Эти площади можно использовать без лишних затрат, доложили специалисты. Для этого сельсоветам нужно активнее работать над инвентаризацией земель и оформлением земельных участков, чтобы иметь возможность продать их частным сельскохозяйственным предприятиям. Органы местного соотправления усилить земельный контроль по выявлению земель, используемой ненадлежащим образом или неиспользуемой более трех лет. На сегодня это все. Приятных выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В субботу метеоусловия на Урале будут определяться восточной окраиной антициклона, благодаря чему обойдется без существенных осадков. Но из-за близости атмосферного фронта облаков будет довольно много. В Екатеринбурге, Тюмени и Челябинске без осадков. Температура днем минус 16, минус 19. В Кургане ночью переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 1,6 метра в секунду. Температура воздуха минус 32, минус 34 градуса. Днем в Кургане облачно с прояснениями без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха минус 25, минус 27. Атмосферное давление будет расти. 15 декабря солнечная активность и геомагнитное поле спокойные. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго. Стиль ведущий предоставлен студии красоты «Флоренция». Красина 94, дробь 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова